Приехать в Сочи на соревнования по мини-футболу смогли те команды, кому помогли с финансированием регионы. Это Московская и Нижегородская области, Республика Мариэл, Татарстан, Башкортостан и Ставропольский край. Команд становится все больше и больше и на чемпионатах, и на первенствах. Поэтому я стараюсь возить побольше ребят, чтобы они общались как обмен опытом и так далее, так на площадке. Все выявляется на площадке, ребята должны практиковаться. Каждый день будет проводиться по три игры. Сегодня с утра на поле встретились ребята из Йошкар-Олы и Ставрополя. Футбол, в общем-то, ничем не отличается от обычного. Разница лишь в том, что уровень зрения у футболистов разный, поэтому для того, чтобы все были в одинаковом положении, одеваются маски. Где-то слепые, тотальные, еще очки надеваются, мяч, колокольчик. Вратари видящие, они подскажут, тренера подсказывают, тоже за воротами стоит тренер. Так что здесь у них ощущение мяча, площадки должно уже быть это выработано. И мяч меньше обычного. Тяжелее, почти не отскакивает от земли. А еще он как колокольчик со звуком. Именно по звуку и ориентируются ребята. Чтобы не сталкиваться, сами предупреждают друг друга специальным криком. И даже в таких особенных условиях игры спортсмены забивают мяч в ворота соперников. Автор первого гола Евгений Романов из республики Мариел. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Тренироваться и нужно чувствовать мяч. В такой футбол играют с 1986 года, когда в Испании прошел первый национальный чемпионат. А с 2004 года он получил международное признание и был включен в программу паралимпийских игр. Турнир проводится здесь, в Сочи, под эгидой Министерства спорта России. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.